В начале Ельцин и Горбачев первые решили, что мы сейчас встроимся в западный мир, что у нас нет врагов, снова же начнем догонять и равняться на запад, и запад наше все, за границей нам поможет, как говорил тот же Бендер. Причем это стратегия внешнеполитических. Даже в Конституцию мы умудрились внести статью, по которой западное законодательство превышает российское. В мире нет таких Конституций. Даже коллодиальные страны, которые в прямой зависимости находятся, в Конституции таких статей не держат. Мы ее должны убрать, это позорное прошлое. И поэтому армию затюкали. Просто Ельцин считал, что воевать нам не с кем, воевать нам совершенно незачем. Мы теперь часть мировой цивилизации, которая спит и видит, как бы облагодетельствовать Россию, как бы помочь ей вырваться вперед. Эйфория была. А армия, офицеры массово кончались самоубийствами, они стали не нужны никому. Если взять эту жуткую статистику, когда страна добровольно отказывается от армии, и более того, в форме стала ходить небезопасно. Это вот до такой степени, у меня много друзей среди офицеров, и до такой степени довести армию. Поэтому мы бросились в эту сторону. А потом, когда выяснилось, что Запад нам далеко не поможет, что Запад вообще-то за все свои проблемы решил за наш счет, потому что приватизация, все, что было связано с этим, оно заканчивалось именно разграблением России. Я, как человек, который знает эту информацию изнутри, а был же министром имущества, выражаться по-простому, вице-премьеровый, занимался именно приватизацией, пытался ее в русло сделать нормальное. Четко представляю, что вообще-то приватизация проводилась, чтобы раздать имущество своим и Западу. В первую очередь Западу. Вообще-то национальная буржуазия, патриотическая и либералы отличались только одним. Либералы считали, что активно разграбить Россию без помощи Запада невозможно, а патриоты считали, что и без Запада мы сможем ее оприходовать и разграбить, и делиться с мерзавцами незачем. Все, другой разницы не было. А то, что при этом страна будет отброшена на десятилетия назад, о том, что, вообще-то, если частная собственность нечестная, она же не будет никак котироваться. Частная должна быть честной. И все эти разговоры, что бандитский капитализм и все прочее, ссылки там на Америку. Америка не имела бандитского капитализма, это все Чубайсовщина. Америка свой первоначальный капитал накопила за счет уничтожения зенгейцев. Они отобрали у них землю, просто отобрали, оставив до сих пор там мизерные резервации в самых плохих местах. Именно земля и скот, который на ней выпасался, стали основой будущих семей. Ну а потом нефть, потом золото, вернее, потом нефть и так далее. Поэтому американцы свое состояние зарабатывали до крови индейцев, ну а потом его величеством Кольтом, который сделал людей равными, как утверждает полковник Кольт. Все эти боевики там в основе есть пистолетом, Кольтом. Мы же просто разбазарили, проиграв войну страну, разбазарили имущество, и совершенно это должно было сказаться. Когда с приходом Путина маятник качнулся назад, и Путин впервые как раз 10 февраля выступил с Мюнхенской речью, когда уже даже до нашей элиты, назовем это так, элита это вообще термин при производстве скота, но в данном случае он пойдет и у нас. Значит, когда до нашей элиты дошло, что вообще-то Запад это враг, что Запад это конкурент, и никто нас на Западе не ждет и не веет, сейчас это до украинской элиты это доходит. Путин выступил с очень смелой и очень хорошей речью, я недавно перечитывался, вчера ее показали, по-моему, по телевизору Киселев, как вот абсолютно все актуально, что господство одной сверхдержавы абсолютно недопустимо, цветные революции и все прочее абсолютно недопустимы, однополярный мир абсолютно недопустимо, это приводит к крови, к убийствам, к деградации, ко всему прочему. На Путина тогда уже косо посмотрели, потому что он, в отличие от Ельцина, посмел взбрыкивать, посмел выражать мнение отличное от мнения коллективного Запада, и Путин тогда уже стал персоной такой подозрительной. А потом, поскольку развивать страну без развития собственной промышленности стало невозможно, началась борьба Путина с нефтяными западными монополиями. Мы же приняли под диктовку Запада так называемый закон о разделе продукции, который, по сути, поставил бы под контроль Запада, если бы его не отменили, всю нашу нефтяную промышленность. Почему Ходорковского так оперативно и быстро скрутили? Абсолютно правильно. Он собирался ЮКОС продать все 100% американцам. А ЮКОС тогда владел где-то 30% российской нефтедобычи. На базе ЮКОСа создана Роснефть. Поэтому Путин начал бороться за российских в начале сырьевиков, и армии Путин вначале так же особого внимания не уделял. Затем вытеснялись компании, которые были знаменитыми, но они были чуждыми нам. И практически тот же Роснефть вытеснил Бритиш Петролиум со своей структурой. Ну как вытеснил? 30 миллиардов долларов заплатили. И то, что потом это уже 20% Роснефти продали нашему врагу Катару, с которым мы воюем в Сирии, за, если не ошибаюсь, 10 или 9... В общем, в три раза дешевле. Это ни в какие ворота не лезет. Это не победа, это поражение. Это уже в принципе мы распродаем последний раз, уже начали продавать нефтяные запасы. Поэтому это так же насторожило Запад. Ну и наконец, когда Россия, хотя бы в полумерах, но выступилась за Крым, обеспечила безопасное проведение референдума, вот так это можно выразиться, потому что там была бы большая кровь, если бы невежливые люди России. Это уже Западом было воспринято как плевок в душу. И поэтому Запад начал уже напрямую, запустил свою гигантскую пиар-нашину. Трамп сейчас столкнулся с этой машиной, он их напрямую называет лжецами. То есть это люди, которые на белое говорят черное, на черное белое, если есть заказ, если им оплатят. Преститутки. Практически прекрасный термин. Смрад. Средства массовой рекламы, агитации, дебилизации. Смрад. То, что западная машина, да и многие наши, вот именно я бы этими терминами двумя обозначал. Поэтому мы стали персоной нон-грата для Запада, поскольку, а, мы взбунтовались, мы, б, мы перестали служить только сырьевым придатком, а эту задачу нам еще Маргарет Тэтчер поставила, что Россия, она нужна только для того, чтобы быть сырьевым придатком. И вот после этого, после Крыма, после Украины, Украина, это отдельная песня, мы, я бы действовал там жестче значительно, и не допустил бы Донбасса. Надо было его присоединять сразу. Семь бед, один ответ. А сейчас мы язву у себя гнайник, который у наших границ. С точки зрения геополитики, с точки зрения народа Донбасса, это трагедия, с точки зрения народа России, это тоже трагедия, потому что каждая смерть в Донбассе, она более откликается в большинство населения России. Сейчас уже, правда, привыкли к смертям, но, тем не менее, это недопустимо. Поэтому, после этого, у Путина оставался только один путь вспомнить Александра Второго, который сказал, у России только есть два союзника, ее армия, ее флот. Ну, и еще очень важный момент, крайне важный, я думаю, его нужно ставить на одно из первых трех мест. Ведь у нас вся собственность, вся крупная собственность незаконная. Даже Сорос назвал капитализм наш бандитским. Сорос сам, так сказать, не ягненок, а тот же, такой же бандит, который разваливал рынки даже Англии. Если уж он считает бандитским. Конгресс США признал, что уворовал фонд превосодействия приватизации Максима Бойко, 75 миллионов долларов, я не знаю, вернул ли Бойко эти деньги или нет. Джанатай Хей, кадровый разведчик, которого я выгнал с госком имущества, о котором недавно даже Путин говорил, что бы я знал об этом, Джанатай Хей, но он давал ему возможность работать. Был осужден американским судом, поскольку он тоже нагрел руки на российской приватизации. Поэтому наши олигархи, так называемые, это совершенно негодная, недееспособная система. То, что досталось задаром путем воровства, в принципе, обычного, оно люди, которые таким образом поручили богатство, они ровным счетом тратят его на яхты, самолеты. У Абрамовича голубая мечта сделать самолет лучше, чем у президента США. И, наверное, уже сделал. И яхту лучше, чем у королевы Англии. Тоже, наверное, сделал. И клуб Шоп Челси, который он купил, был лучшим клубом Англии. Тоже добивается. То есть за наши деньги он решает свои личные проблемы и проблемы Англии. Прохоров, который за наши деньги получил лучшее, что у нас есть, Норильский Никель, решает проблемы Америки. Он там купил клуб баскетбольный, он, по-моему, станцию метро там организовал. Но это люди вне закона. Они, в принципе, никому не нужны. Их сейчас гоняют со всех сторон. В России существует пословица, что главная проблема дураки и дороги. Но сейчас, правда, добавилась еще проблема дураки на дорогах. Всякие там мары, биомусор, мусор олигархический. Для меня они вот именно такие. Самоотверждаются таким вот способом, поскольку ничего другого для самоотверждения у них не остается. Но это проблемы вечные. Главное, если так уже анализирую, Россия все время кого-то догоняла. Вот это категорически неправильно. Петр зачем-то прорубил окно в Европу и положил на этой дурной идее четверть населения. Ведь петровские реформы на 3 миллиона уменьшили число жителей России. Было 12, когда он начинал царствовать, осталось 9, когда он заканчивал. 3 миллиона, четверть. Никакая война таких убытков не нанесла, как правление Петра. Но прорубили мы в окно в Европу, которая теоретически нам была вообще-то не нужна и никаких окон не нужно было. Европа это микроскопические государства, они и сейчас это микроскопические. Тогда были бесчисленные княжества, бесчисленные герцогства и прочее. Тогда объединенная Германия даже не существовала. Тогда были всякие эти бесконечные территории, сотня государств, которые только Бисмарт в конце 19 века объединил. Поэтому это люди, которым двигаться некуда было. Это абсолютно другой менталитет. У нас надоело тебе жить в европейской части, снялся и пошел в Сибирь. Надоело в Сибирь и снялся и пошел на Колыму. То есть у нас гигантские просторы. Мы вообще-то по менталитету нация первооткрывателей. Поэтому то, что нас вогнали, попытались вогнать в европейские, в эти узкие, затхлые для нас рамки, для нас совершенно никакого смысла не имело никакого значения. Страна должна развиваться по менталитету народа, это потому что главное, менталитет на уровне подсознания, но и менталитет вырабатывается географией, просто географией. Почему мы делаем ракеты, активно делаем и делаем супероружие и не можем выполнять нудную работу на конвейере? Именно потому, что мы первопроходцы. Почему японцы так блестящие и все западные, восточные эти самые нации выполняют работу на конвейере? Очень просто. У них главная структура питания рис. Рис это нужно каждую рисинку положить вручную и потом вручную за ней ухаживают, причем это в воде же беспрорывно. То есть они к этой монотонной нудной работе привычны с детства, буквально с 5 лет даже раньше дети сажают рис. Это самое урожайное, без риса они бы вымерли. У нас пшеница совершенно другая стратегия ее выращивания, совершенно другие условия. Ельцин, как это ни странно, был вежливым. Он обращался со всеми на вы, ну кроме ближайшего окружения типа Коржакова. Обладал аналитическим складом ума, потому что когда он у меня был и сутки я с ним ездил, и он выступал затем на общем собрании актива области, тогда еще без всяких смартфонов у нее эти карточки были перфорированы, маленькие, он достал эти перфорированные карточки выступления сорокаминутного, он до меня выступил, перечислил восемь главных проблем области именно в той последовательности, в которой и я бы их перечислил, который к тому времени знал область уже досконально. То есть человек мгновенно разобрался в целой области, в целой стране. поэтому Ельцин в этом плане был плюсы, минусы, пил, был излишне доверчив, верил в капитализм, который нам поможет, верил в Америку, верил в то, что там у нас теперь только друзья, искренне верил, и поэтому не делал ничего, чтобы армию укреплять и так далее. Ну и естественно алкоголь его в конечном итоге изгубил, поскольку в последнее время он уже, как говорил товарищ Яцаржемский, его пресс-секретарь, президент здоров, работает с документами, рукопожатие у него крепкое, такой эвфемизм был выработан. Поэтому у Ельцина... Ну а как же? А как же? Пил только к Желку, он приехался, тогда к Желке была любимым напитком президента и стало быть всех губернаторов. Ну а Мурску выпил только чуть-чуть. Ну пил только, когда за ужином, когда мы прощались, а так весь день не пил, в обед не пил, трезвый, совершенно нормальный. Поэтому тогда он был нормальным, дееспособным, боеспособным, и я поэтому согласился уехать в Москву, что думал, нам удастся сделать приватизацию нормальной. Америка, США, и Чубайс, ее ставленник, Чубайс, естественно. Рассказывайте о Чубайсе. А что о нем рассказывать, с чем мы так много внимания уделяем. Буратино, которую создали американские папы Карла, только в отличие от нормального Буратино, типа зомби, сейчас вот, поэтому он такой ужас испытал, когда Трамп пришел к власти и сдав вернулся и орал ужас, 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 шефу все пропало, гипс снимают вот примерно так же, потому что он чувствует, что его вот-вот выбросят папы Карла западные на свалку, потому что там он никому не нужен. Это разрушитель, человек, который ничего своего доброго не создал, который умеет только пилить бюджет, тут он виртуоз, в том же Роснану, так сказать, по данным счетной палаты где-то 8 миллиардов рублей на 250 человек разделил зарплаты за два года по 28 миллионов, сам получил больше миллиарда, сорганизовал государственное ОАО Роснана, и чтобы активнее пилить бюджет, по данным счетной палаты, он организовал управляющую компанию УК Роснана, и там он директор, и тут директор, и чтобы хорошо управлять самим собой, он с ОАО Роснана пересислил где-то 3 миллиарда долларов в управляющую компанию Роснана, который, естественно, раздал зарплаты из премии, ну и наглость беспредельная, причем наглость зашкаливающая, когда уже вся страна затянула пояса, он по телевизору заявил, мы так хорошо сработали, что вообще-то две премии будем выдавать. Чубайс активно заморачивал голову Ельцина, он владел нейролингвистическими технологиями, там, отзеркаливания и прочее, прочее, он этим прекрасно владел, он подстраивался под собеседника, под Ельцина, я даже пару раз наблюдал это. Это беседа, когда человек копирует мимику, копирует позы, копирует жесты собеседника и отвечает только в том же ключе, в котором собеседник мгновенно настраивается на его волну и собеседник это целая технология мгновенно начинает доверять и критический порог ликвидируется при беседах и он считает Чубайса носителем истины. Я думаю, здесь нечто подобное было проведено и с Путиным, это у меня такое пока объяснение есть, потому что держать его там даже дня нельзя лишнего, потому что мы сейчас на 5 лет отстали от цифровой индустрии, по которой движется мир, если он еще там лишние полгода побудет, отстанем на 10, если год, то на 15, это почти безнадежно. Тем более, он же врет, он же беспрорывается, то есть человек, для которого соврать, это что зубы почистить, причем он живет так напористо, мы будем бурно развиваться, мы станем системой больше, чем Газпром. Сейчас он начал еще до избрания Трампа песню о том, что мы сейчас будем нанотехнологии для сокращения выбросов углекислого газа, и мы начнем такие деньги зарабатывать, что такие деньги, и что Газпром покажется мелкой пешкой по отношению к нано. И когда Трамп заявил официально, сегодня, кстати, софсекретно дали его интервью, именно слова эти Трампа, что глобальное потепление это самая крупная афера, в которой я знаю, глобальное жульничество, примерно так. Он понял, что украсть деньги теперь на борьбе с нано-потеплением, разрабатывая технология, не выйдет. Вспомните, какой он этот самый учебничек тряс перед президентом, вот мы, нанотехнологии создали. Это английская компания создала этот учебник. Чубайс купил за государственные деньги 25% акций всего на всю этой компании ОАО английского, и посчитал, что он и учебник создал. Хотя учебник уступает и Apple, и многим другим, их сейчас без счета, они до него создали. По сути, мы не имеем ни одного внедренного производства нанотехнологического продукта, который создал Чубайс. Поэтому я думаю, эта мысль о том, что Чубайс и развитие, Чубайс и прогресс, Чубайс и созидание неприемлемы, в конце концов дойдут и до президента страны и с ним будет все покончено. Это у меня такая есть надежда. Потому что в противном случае перспективу России я не вижу. Потому что мы теряем время. Самое главное время. Когда я прибыл, Китай был отсталой за трапезной страной. Люди ходили в серых френчах, маоистских и тучи велосипедов на улицах. Я в Китае был 14 раз. Это сейчас мы отстала из-за трапезная страна по отношению к Китаю. Тогда, слава Богу, все было как должно было быть. Поэтому контраста не было. Мы были старшим братом, даже почти отцом для Китая. Это сейчас они у нас опустили до уровня сестры. Они очень люди образные. Советский Союз у них был страна. Термин страна они дают очень немногим странам. По-моему, 7 или 8 в мире. Кстати, они очень образные дают вещи. Япония это у них страна восходящего солнца. их. Корея это страна утренней свежести. Америка у них страна дьяволов на краю. Они в центре, они срединная империя. Америка дьявола на краю. Россия у них очень образно сейчас называется титул страна забрали. Китайцы называют территория хаоса под управлением Бога. Так что управление Бога как-то настраивает на оптимистический лад. Но хаос это увы вообще принято. Поэтому Благовещенск в этом плане был исключительно плодотворным периодом. Я вначале был главным геологом объединения очень крупного. Я искал уран, ну в смысле я искал, я возглавлял поиски урана на территории 6 миллионов квадратных километров. Это даже страшно представить. В сферу моей ответственности входила всей Акутии, Амурская область и туда до Курильских островов включительно. Поэтому было где развернуться. Мы практически последнюю такую крупномасштабную советскую геологическую операцию провели. Как вот освобождение Берлина было последней операцией такой крупномасштабной Великой Отечественной. Так и мы провели. Мы сделали за один сезон всего гидрохимическую так называемую съемку на все элементы масштаба 1-5 миллионов. То есть мы забросили во все крупные реки страны на востоке а их там масса вертолетами забрасывали поскольку это быстро. Мы забросили моторные лодки базы снабжения то или более 50 баз было создано от Камчатки до Якутии Амурской области и отбирали пробы воды. Карта получилась уникально интересной. Она засекречена до сих пор поскольку все крупные и уникальные рудные провинции на все металлы на той карте проявились. У нас такая есть главная беда к сожалению интеллигенция. Вообще-то этого термина нигде нет. Когда меня обзывают интеллигентом я возмущаюсь говорю я не интеллигент я инженер. Поэтому никаких интеллигенций. А это вот кухонные эти самые Васису Алиси и Лоханкины блестящие Ильфа Петрова писали которые с тремя классами гимназии рассуждают о его роли в революции. То есть это вот интеллигенция вообще-то русские писатели их значение сильно преувеличено. Достоевский и Толстой это для запада суперписатели. Они по сути все в той или иной мере продвигали революцию. Нельзя же Ленин назвал Толстого как зеркалом русской революции. Поэтому а что же хорошего они сделали? Чеховы, Герцены и Чехов в меньшей степени Герцены вообще жизнь этому посвятил и масса других Беринских и прочих Огаревых. Ну и все эти интеллигентные сборища, которые активно выступали против царя, которые требовали перемен. Как вот в 91-м интеллигенция дружно кричала Ельцин хотим перемен свежий ветер. В результате вот это наша интеллигентская тусовка, я уже молчу про то сейчас добавилось еще шоу-тусовка, но шоу-тусовка это просто мягко говоря проститутки, которые будут озвучивать любую идею, лишь бы им заплатили. Очень хороший термин недавно прочел о пресс-тусовке, преститутке. Очень замечательный термин. Поэтому интеллигенция разрушала, активно разрушала Россию, интеллигенция сама не знала, что хотела. Кто же это сказал, если не ошибаюсь, это сказал Салтыков Щедрин. Встал с утра, на душе было муторно, хотелось то ли Конституции поменять, то ли Севрюжину с хреном. Вот примерно под эту дилемму быть Севрюжиной или быть Конституцией наша интеллигенция и развалила страну.